Здравствуйте, вы на канале TradeFax, с вами Глеб, и в этом видео мы обсудим текущую ситуацию по XRP, рассмотрим причины снижения, и неужели действительно мы можем похоронить Ripple, закидать его землей, потому что сейчас настроения у большинства участников рынка ровно такие по отношению, в принципе, в целом ко всему крипторынку, в том числе и к XRP. И начинается потихоньку паника, начинают люди скидывать свои лонговые позиции, кто-то уже сидит в 100% затарен по Ripple и не понимает, что ему делать, потому что с каждым днем депозит становится все меньше и меньше. Все эти вопросы и переживания эти по связанные с Ripple мы разберем в этом видео. Итак, давайте приступать. Начнем мы с общей глобальной ситуации, посмотрим график, скажем, в такой, в большей развертке. Мы помним, что у нас есть, начиная с марта, с 13 марта 2020 года, то есть 759 дней, вот такой вот огромный восходящий канал. Да, в этом канале у нас где-то были ложные пробои вверх, раз ложный пробой вверх, два ложные пробои вверх и три ложные пробои вверх. И также у нас был один ложный пробой вниз. В целом, да, на протяжении этого длительного отрезка времени более-менее цена ходит неплохо по каналу. Сейчас мы находимся у нижней границы восходящего канала. Соответственно, как показывает практика, как показывает просто элементарная статистика, что когда мы подходим к нижней части канала, у нас есть небольшая вероятность, скажем, пробить этот канал, ненадолго там задержаться. И вторая вероятность, это есть, скажем, неплохое, вероятность неплохого отбития. Например, здесь, да, около двух недель мы проторговывались и потом отбились аж на 50% вверх. И таких как бы историй много. Вот здесь отбиваемся на высоту всего канала выше, чем на 200%. Давайте первое разберем. У нас было единственное пробитие вниз и это было аж в конце декабря 2020 года. И внимательно проанализируем эту модель, что у нас происходило. Смотрите, первый раз, когда мы пробили канал, то цена тут же ушла вверх, очень, скажем, скоропостижно и очень сильно. Затем у нас все дальнейшие пробития около 8, да, правильно, около 8 дней, когда мы пытались штурмовать нижнюю границу восходящего канала, мы видим, что цена, в принципе, у нас постоянно возвращалась. И здесь мы не особо задерживались. Максимум у нас тут задержка была, это на двое суток. И тем не менее, мы все время штурмовали уже, скажем, этот уровень сопротивления восходящего канала. Но цена здесь не закрепилась и, как бы, мы видим, да, подтверждение тому, что здесь у нас покупатели были наиболее активными. Вот такие вот мы видим снизу длинные свечи у теней, что говорят о том, что здесь у нас очень-очень, как бы, ярый подбор происходил. Ну и потом, по факту, мы можем увидеть, что, да, действительно, цена у нас немножко зафлейтила и пошла дальше вверх по каналу. Но зачем я это все вам рассказывал? Что рассматриваем более, скажем, такую форс-мажорную ситуацию. Если сейчас Ripple уходит ниже, чем на 66-65 центов, то мы можем, как бы, увидеть, да, подобную историю, что там несколько дней, возможно, несколько недель мы будем видеть что-то около флэта, возле этой, скажем, восходящей линии, возле нижней линии восходящего канала. То есть это нормальная практика, это не будет значить то, что Ripple уже выходит из этого глобального канала и вот-вот его покинет и там пойдет на 50, 40, 20, 30 центов и так далее. Вот, то есть это важно понимать. Теперь давайте рассмотрим более локальные цели, что у нас происходит. Хочу опровергнуть немножко то, что сейчас вы можете все эти страхи, все эти панику в сети читать, смотреть аналитиков, которые говорят, что, блин, походу все плохо, у самих, возможно, да, есть какие-то переживания на этот счет, то я поддерживаю свою идею, которую я говорю уже порядка двух недель, что сейчас самое лучшее время для продолжения покупки активов, которые вы хотели. В данном случае мы рассматриваем XRP, то есть сейчас XRP лучше всего подбирать. Я уже говорил, что весь диапазон, который отмечен у меня зелеными уровнями, планомерно выедаем по 5-10% депозита. В конце видео я также покажу свои сделки, расскажу, какие сделки я добавляю, какие сделки поменяю, в общем, прокомментирую свой портфель, что у меня происходит. И очень хорошая вероятность, что уже к этим ценовым отметкам мы вовсе не вернемся. То есть те, кто ищет отличную точку для покупок, то говорю, вот она, вот, по крайней мере, вот хорошее начало для того, чтобы совершать эти покупки. И это хорошее начало конкретно по активу XRP еще было с 80 центов. То есть никто не может знать, где наверняка развернется цена, там на 80 центах, на 70 центах или на 60 центах. Поэтому наиболее грамотным и верным способом является частичная покупка по разным уровням. То есть мы спустились там на 5-10% вниз, покупаем еще, спустились еще, покупаем. И, допустим, я в конце расскажу свою модель, что я буду делать, когда у меня, собственно, закончатся свободные средства. И рассмотрим тот случай, что делать же, если как бы цена продолжит вниз спускаться, а уже все затарено. То также прокомментирую эту ситуацию и, скажем, расскажу про соотношение риск-прибыль, почему я так делаю и почему считаю как бы хорошим ходом, конкретно по активу XRP. Итак, теперь давайте же рассмотрим локально, что у нас произошло. За сегодняшние сутки мы снижались по XRP более чем на 6,4%. Сейчас мы находимся на важном уровне, а уровень этот в районе 71 цента. Я всегда говорю, что четко привязываться к цифре не нужно, то есть это диапазон где-то 72-69. Вот этот небольшой 2,5% диапазон является, скажем, сейчас первой точкой такого, скажем, остановки цены репла и сильного уровня поддержки. Но куда может спускаться цена дальше? Цена дальше может спуститься на следующий уровень, это 65-66 центов. И также видим, что, да, у нас идет линия канала восходящего, нижняя его линия. И эта нижняя линия в текущий момент совпадает как раз с этим уровнем 65-66 центов, с этим диапазоном. Соответственно, следующий сильный диапазон, где также может тормозиться цена, это отметки 65-66. И, скажем, уже рассматриваем более такие форс-мажорные сценарии, когда мы покидаем этот восходящий канал и цена отправляется вниз, когда мы видим вот такую историю, которую только что разбирал, да, когда мы можем увидеть вот такие пробои, которые у нас были в 2020 году, то, скажем, первая цель, первая точка таких пробоев может доходить до 60 центов, может даже немножко вниз до 57-55 центов, даже вот сюда. Пока что эти уровни не оставлю, буду добавлять их по факту, если такая необходимость вообще возникнет. Но по ближайшим уровням, знаете, мы уже начинаем входить в этот коридор. И следующий коридор, он является такой более форс-мажорный. Здесь можно прям расставиться на ножи, потому что вероятность отсюда отбоев и также отсюда отбоев, если цена упадет более сильно, у нас, скажем, более чем хорошая. Еще, что важно понимать, как закроется сегодняшний день и куда с большей вероятностью у нас отправится цена. Если мы сегодня закрываемся ниже, чем 71,5, да, у нас там день открывается здесь, мы не видим ни такую, скажем, снизу тень, которую можно откупить, которая будет, скажем, сигнализировать нам о том, что здесь покупатель был наиболее активным, и мы снова зашли в этот коридор. То если мы закрываемся в этом коридоре, то есть ниже отметки 71,5 цента за 1 XRP, то с большей вероятностью, что мы продолжим проторговаться в этом диапазоне, в этом 7,5% коридоре, и мы можем плавненько опускаться вниз вплоть до 66-65 центов. То есть это следующий чекпоинт, следующая отметка, где также можно начинать подбирать XRP. Это что касалось по локальным целям. Теперь давайте покажу по своим сделкам, какие интересные информации. Сейчас вы можете увидеть мою затарку, которая начиналась с 1,17, 1,13, которые позиции я держу уже довольно давно, и одни из последних покупок у меня были по 90 центов, по 76,8, и следующая покупка у меня состоялась буквально сегодня 71,4, и хочу кое-что изменить в своей таблице, в своих сделках. Сейчас вы видите, что у меня стоит цена входа 63,6, и при этом у меня еще есть тут 20% свободного капитала, и тут 5%, грубо говоря, 25% свободного капитала. Я разбиваю сделку, точнее не разбиваю, а добавляю еще 5% на покупку. Первый уровень, который вы можете увидеть, это 65,8, вот на эту отметку, чуть-чуть выше 66, я хочу изменить сделку. То есть следующая у меня покупка на 5% от депозита будет на отметке 66 центов, и еще одну хочу поставить сделку, так как у меня еще остается 20% свободного капитала, я заранее проставлюсь на всякий случай на 61 цент. по 61 центу, я еще делаю одну покупку, цена входа 0.61 на 5%, котировка еще не куплена, добавляю. Вот эти две котировки у меня новые, возможно к ним сходит цена, я буду очень рад, но также если цена развернется там с каких-то текущих позиций, то тоже неплохо затарка по реплу на 65%, на 64% сейчас вполне себе приемлемо для меня. То есть если я не доберу дальше позиции, ничего в этом страшного нет. Если позиции вот эти соберутся, то так же классно. И что сейчас важно понимать по money management, у меня остается порядка 15-16% в деньгах на форс-мажоры. Это тот самый ответ, что я буду делать, если цена пойдет уже ниже там даже 61 цента, то с 15% капитала можно очень гибко работать и понижать среднюю. Что значит понижать среднюю? Когда на свободный капитал мы, допустим, купили по 55 центов, продали по 60 центов, заработали, скажем, в районе 80% и вот эти деньги, эту прибыль мы отправляем на снижение котировки. Например, котировку, которую покупали по 71,4% мы сможем уже понизить на 10% и, соответственно, тем самым высвободить больше денег. Вот именно такой будет план на случай каких-то более затяжных снижений. И, скажем, если давать процентную вероятность ожидания, то 60-65% даю на то, что какое-то время мы еще увидим флет. Флет большой, в районе 75, возможно, 65 центов. Здесь получится собрать позицию получше. Может, увидим мимолетные сквизы к 61, к 60 центам, но в целом, скажем, с меньшей вероятностью, я думаю, что мы сможем увидеть поход ниже, чем на 60 центов. Эту вероятность я оставляю, деньги у меня на это подготовлены, но если говорить об ожиданиях, о конкретно моих ожиданиях, я не думаю, что сильно долго у нас еще продлится снижение и будет оно очень сильным. Теперь давайте вообще рассмотрим катализатор, что было причиной снижения как XRP, так и всего крипторынка. Для этого мы идем на фондовый рынок США и смотрим уже по классике индекс S&P 500. Видим, что за сегодняшний день у нас было снижение в районе 1%. В целом, глобально за последние 2 недели мы видим, что мы снижались более чем на 4,3%. И напоминаю, что конкретно у фондового рынка США есть сейчас прямая корреляция с крипторынком, то есть падает фонда, падает биткоин, а за биткоином падают и альты. Некоторые альты падают сильнее. Например, сегодня Ripple упал в 2 раза сильнее, чем биткоин. Эфир также в 2 раза почти сильнее упал. А там есть некоторые истории, которые в 3-4 раза сильнее упали, чем биткоин. Итак, теперь давайте посмотрим по биткоину, чтобы нам нужно было определить еще диапазон, куда мы можем упасть по XRP. По биткоину у нас есть такой же восходящий канал. И давайте теперь замеряем, а куда мы можем прийти вниз, чтобы коснуться этого восходящего канала. А вниз нам нужно отправиться еще порядка на 14-15%. Здесь мы видим, что пробития этого канала особо сильных не было, и он себя четко показывал на истории, которая уже протяженностью в 430 дней. То есть 14-15%. Если мы идем по биткоину вниз, то по XRP мы можем увидеть порядка 20-25% снижения, где-то с текущих цен. А 20-25% снижения – это как раз те самые ножи, те самые форс-мажоры и выходы из восходящего канала, где нам пригодится вот эти 10-15% капитала, где мы сможем выкупать активно цену и, возможно, получать самые вкусные сделки, которые в моменте будут приносить выше, чем 10%. Вот, надеюсь, для вас сейчас прояснил ситуацию по XRP, что не стоит паниковать. Сейчас, наоборот, очень классное и такое лакомое время для покупок, для формирования портфелей и позиций. Вы видите мои сделки, что делаю я и как я размышляю и планирую. Также по продажам. У меня самая ближайшая продажа стоит по 81 центу. Пока что котировки, которые у меня куплены, в данном случае 71,4 и другие, если купятся, я не спешу их продавать там в плюс 3, в плюс 5%. Я их еще какое-то время поддержу. Дальше по ситуации, по включениям я буду вам рассказывать. И чтобы видео не выходило слишком большим, есть интересные информации сейчас в стакане по конкретной XRP. Об этом я поделюсь в своем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании под видео. На примере вчерашнего поста я делился ситуацией, что происходит с биткоином, что происходит ночью в стаканах биткоина. Конкретно комментировал каждый пункт, каждую крупную котировку. И вы видите неплохой фидбэк от моих подписчиков, что им такая информация заходит. Если вам интересна информация по стакану, вы хотите какие-то такие экстренные включения, когда на ютубе не получается быстро выйти и записать видео, то welcome, ссылка на телеграм-канале будет в описании. И соответственно по реплу комментарий со стаканами выйдет сегодня ночью именно в телеграм-канале. Все, на этой ноте с вами прощаюсь. Если как бы мое включение было для вас полезным, то жду от вас фидбэк в виде лайка под видео. Возможно у вас есть вопросы, задавайте комментарии. И также подпишитесь на канал, если еще не подписаны. Все, всем пока, всем желаю хорошего дня, хорошего вечера.